Привет, мои хорошие! Рада видеть вас у себя на канале. Говорила совсем недавно о том, что решила себе устроить небольшой отпуск. Говорила я вам, честно сказать, об этом только вчера. Снимала как раз. Но сегодня уже время 3 часа дня, и я поняла, что надо что-то поснимать. Поэтому, девочки, буду немножечко на протяжении своего домашнего отпуска какие-то снимать моменты. Ну, просто потом склею все в одно видео. Может быть, вам понравится, может, не понравится. В общем, не знаю. Я поснимаю, все смонтирую, ну, а там как пойдет. Сегодня, знаете, что немножечко прибрала сейчас в спальне, разобрала там кучу-кучу чистого белья. И хочу сделать сегодня пельмени постряпать. Тесто, которое я замешивала в миксере. Фаршик домашний, тесто домашнее. Все у нас домашнее, пельмешки будут домашние. Поэтому сейчас Сенька у меня на улице гуляет, я его позову и будем вместе с ним лепить. Вообще, честно сказать, я по пельменям не очень. Илюша говорит, что я стряпаю, у меня не пельмени, а лопухи. Поэтому у нас обычно пельмени лепит Илюша. Но мне сегодня, во-первых, пельменей захотелось. Во-вторых, Илюша приедет с работы голодная, у меня нет никакого ужина. Ну, и хочется тоже приятное, что ли, наверное, сделать. Чтоб вот не он слепила, я слепила. Поэтому давайте сегодня быстренько налепим, не знаю, тут сколько выйдет штучек. Посмотрите, какие я леплю огромные лопухи. Посмеетесь, может быть, немножко. Так что вот, будем сейчас делать. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Так, девочки, половину теста я уже израсходовала. Вот у меня получилось столько пельмешков. Вообще, конечно, я побоялась перед вами позориться. И решила все тесто раскатать и стаканчиком сделать ровные кружочки. Обычно я, потому что делаю такую колбаску, нарезаю ее, потом ее плющу, потом скалкой раскатываю. Потом подумала, что, наверное, если я сделаю, как обычно, все будут в шоке от моих огромных пельменей. Поэтому решила сделать так. И слушайте, мне очень понравилось. Получается, во-первых, гораздо быстрее. Ну, по крайней мере, как по мне, гораздо быстрее. Единственное, что мне приходилось подкладывать доску, потому что я когда начала, у нас же, видите, керамогранит. И вот такой противный звук, и плохо очень продавливается, потому что по досочке хорошо. Так что вот, очень быстро, очень мне понравилось. Единственное, что я думаю, вот Илюша сейчас увидит, какие красивые пельмешки получились. И больше лепить не будет, скажет, сама уже умеешь. В общем, ладно, у меня еще осталось столько же теста. Так что будет, ну, вот досочка нам хватит. Не знаю, сколько съедим, остатки заморозим. Девочки, Илюша вернулся из магазина. Сделали закупку, но я ему опять составляла список. Он по списку все, что необходимо, купил. А здесь из расчета, наверное, да ни из какого не из расчета, не считала я в этот раз, на какой этот период нам хватит. Я когда показывала последнюю закупку, говорила, что там на две недели, в итоге нам этих продуктов на месяц хватило. Мы там сколько-то немножечко, конечно, докупали, но в основном на месяц нам хватило. Поэтому даже не буду загадывать, насколько этого хватит, но больше двух недель, я надеюсь, точно. Первая покупка, самая крупная, это подгузники. Такие, решили взять попробовать в этот раз трусики. Смотрела сегодня, мониторила цены на Валберис, в детском мире. Оказалось, что самая выгодная цена в магните получилась. Далее, три упаковки смеси. Шикарная цена была в магните, просто на нее. У нас, конечно, еще две коробки есть, но эта двоечка, она идет до года, то есть мы ее съедим успеем. Это 600-граммовые упаковки, стоили они по 400 рублей. Это на 100 рублей дешевле, чем обычно. Далее, две сеточки картофеля, картофель по 24 рубля. Три сетки здесь, точно, три сетки. Так, дальше морковь по 25-60. У нас, девочки, рынок все еще не работает, поэтому прям по максимуму все пришлось купить в магните, даже мясо. Далее, здесь две вязки бананов по 68-90 на 140 рублей вышли. Яблочки Грэнни Смит, это я очень люблю, по 92-90. Три куриных тушки по 110 рублей за килограмм. Далее, окорок свиной здесь на 686 рублей по 219, ну, по 220 рублей. Это на фарш. Фарш у нас закончился, потому что мясо еще с прошлой закупки осталось. Там у меня осталось и на стейки, и на гулеши, а вот фарш закончился у нас как-то быстро, поэтому здесь вот на фаршик. Так, это сеньки коробочка сока. Он у нас очень любит фрукта няню. Макарошки. Значит, две упаковки спагетти по 60 рублей, упаковка спиралек по 60 рублей и вот такая вот упаковка спиралек. Илюша говорит, что там, видимо, что-то с ценником напутали. Сейчас уже в чеке увидел по 90 вот эти. Ну, должны быть безумно вкусные, конечно, за такие деньги. И еще вот такие две упаковочки. Макарон щебекинские, щебекинские, не щельбинские, ракушки и рожки по 60 рублей тоже. Две упаковки отрубей ржаных. Это мы с Сенькой очень любим, кушаем их. Много едим отрубей. Хлебушек вот такой европейский, тостовый. Сейчас перекусим быстренько, бучербродики сделаем. Там где-то должна быть холбаска. Так, хлебцы вот такие вот амарантовые. Это для Сени. Три упаковочки. Две упаковки риса длиннозерного пропаренного и упаковка сахара. Пачка творога агрокомплекса. Агрокомплекс вкусное очень, молочка. Киви несколько штучек здесь по 120, по 130 рублей на 71 рубль. Три головки чеснока по 350 рублей, три штучки на 52 рубля. Да, брокколи вообще шикарная. Такое большое, крупное. Это для Софишки брокколи на пюрешечке по 150 рублей. Здесь на 110. Так, шампиньоны резаные, замороженные. Супчик варю, еще можно что-нибудь приготовить. Ну, у меня мальчики грибы не едят. Поэтому тут как бы нормально, мне этого надолго хватит. Шампиньоны по 160 рублей, здесь на 141 рубль. Лимонный сок у меня закончился. Мне обычно тоже такой баночки надолго очень хватает. Так, немного докторской колбаски. А, вот есть тут по 209, ну, по 210 рублей. Это со скидкой 50%. Значит, так 400, да, она стоит. На 75 рублей. Две баночки йогурта натурального. Две баночки сметаны. Тоже одну мы сейчас начнем кушать супчиком, а одна тоже будет на Филадельфию. Три баночки томатной пасты. Томатную пасту берем вот эту вот давным-давно. Отличная паста, она дешевая и хорошая. Далее кетчуп, горчица, майонез. Два пакета кефира. Так, ну и вот тут по специям немного. Хмели и сунели, девочки, по 5 рублей было. По 6. Два пакетика. Чеснок был со скидкой 30 рублей. Перец черный молотый тоже что-то там. 5 что ли рублей. 7 рублей. И разрыхлитель теста. Так, это все покупки с гиперосмагнитом. По чеку, смотрите, получилось. На 6 544 рубля. И есть еще один пакет с другого магазина. Это вообще не из продуктового магазина. Это бактерии для септика. 4 вот таких пакета. Илюша уже брал их. Говорит, что хорошие. Работают при закрытой крышке люка, без вентиляции. Нормально они погибают. И такой вот тоже брали, тоже хороший. Вот получается 6 пакетов на 600 рублей. Ну мы засыпаем сейчас их достаточно часто. Вообще, по идее, раз в месяц достаточно засыпать. Но мы 2 раза в месяц засыпаем. И по 2 пакета в раз. Так, это мои любимые хлебцы. Мне очень нравятся. Это магнитовские хлебцы магнитовского производства. Очень вкусные. И есть такие же, это ржаные. Есть у них такие же еще гречневые или гречишные. Очень вкусные. Мне прям, я довольна. Так, помидорки. Я уже про помидорки вспомнила поздно. Уже потом, уже Илюша в магазин сходил, я вспомнила, что помидорки забыла написать. Помидорки по 130 рублей, здесь на 114. И один огурчик. На 22 рубля вышел огурчик. По 84 рубля за килограмм. Свекла. Будем сегодня варить борщ. Или завтра. 62 рубля за пакет. Ну, соль. Соль 11 рублей. Так, лук на 50 рублей. Каша ячменная. Ну, это, короче, по ошибке. Мыло. Масло растительное. Так, и вот такая вот консерва для собак. Их 10 банок. Это мы берем для Макса. Варим ему кашу гречневую. 400 грамм. Плюс 2 банки вот таких консервов. Получается, ему вот этого хватает дня на 3. На 2. Ну, по-разному. В принципе, мы уже третий раз берем. Вполне неплохое. Там прям мясо, суп, продукты. В общем, все как надо. По чеку получилось на 997 рублей. Вот, в общем, вот такая вот получилась закупка. Общая сумма 8200. Не знаю, насколько нам этого хватит. В принципе, сейчас смотрю и думаю, что, наверное, на месяц этого точно не хватит. Дай бог, что на 2 недели хватило. Ну, макароны, понятно, там макарон много. Крупы. Гречки не было. Опять, в магазинах не было гречки. Нормально не было гречки. Люша говорит, только по 100 рублей. Поэтому гречку надо будет еще докупать. В принципе, остальные там какие-то крупы у нас есть. Овсянка, манка, круглозерный рис. Все это есть. Поэтому, не знаю, посмотрим, насколько нам этого хватит. В общем, вот такая вот закупочка. Сейчас буду все обрабатывать и все убирать. В общем, заглянула сейчас в холодильник. Представляете, у меня пропадают помидорки. Надо быстренько их куда-то применить, выбросить. Но рука, девочки, не поднимется серьезно. Поэтому я сейчас все лишнее срежу и решила сделать салатик. Салатик составлю из того, что есть в холодильнике. Яйца вот поставила отвариваться. Пекинскую капусту туда покрошу. Огурчик. Сыр натру немножечко. И сделаю заправку. Сметана с чесноком и с горчицей. Не знаю, вкусно будет, нет. В общем, скажу вам потом. Вкусно, нет, салат получился. Но мне кажется, что должно все нормально сочетаться. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну все, салатик готов. Попробовала я очень даже неплохо. Я бы сюда сделала, к примеру, еще накрошила куриные грудки. Было бы очень вкусно. И как вариант, можно заменить соус чесночного, к примеру, на цезарь. Мне кажется, тоже будет очень вкусно. У меня на ужин курица запеченная. Я вчера еще делала. Гарнир у мальчишек есть, ну и вот салатик будет в дополнение.